здравствуйте сегодня мы с вами рассмотрим практическую работу на тему выполнение орнамента растительного геометрического комбинированного цель данного занятия познакомиться с основами выполнения орнамента для выполнения данной практической работы необходимо изучить следующие теоретические вопросы виды орнамента основы выполнения растительного орнамента основы выполнения геометрического орнамента основы выполнения комбинированного орнамента изучение теоретических аспектов темы возможно с использованием следующих источников к вопросу орнамента ниже приведена ссылка на электронный источник к вопросу орнамент графическом дизайне ниже придена ссылка на электронный источник к вопросу выполнения орнамента паттерна в адоп эндизайн ниже приведена ссылка на видеофайл к вопросу выполнения орнамента в адоп иллюстратор ниже приведена ссылка на видеофайл к вопросу геометрический орнамент в адоп иллюстратор ниже приведена ссылка на видеофайл к вопросу создания орнамента с помощью узорчатой кисты в Adobe Illustrator ниже появлена ссылка на видеофайл. Прежде чем приступить к выполнению практической работы, освежим наши теоретические знания. Дадим понятие, что такое орнамент. Орнаментом называется узор, построенный чередованием каких-либо рисунков или линии. Слово орнамент с латинского орнаментом означает украшение. Далее давайте посмотрим видеофайл. Орнамент это узор, основанный на повторе и чередовании составляющих его элементов. Орнамент всегда широко применялся в качестве декоративного оформления изделий, необходимых людям быту и практической деятельности. Он составляет основу декоративно-прикладного искусства и широко применяется в других сферах, таких как дизайн, архитектура, геральдика. Где и на чем мы можем видеть орнаменты? На тканях и обоях, посадках зданий и мебели, на обложках книг и даже теле человека. В общем, везде. Основной закономерностью орнамента является периодическая повторяемость мотива. Для орнамента характерный перевод реальных форм в условные плоскостные изображения, то есть стилизация. Искусство орнамента очень древнее и уходит своими корнями вглубь веков. Впервые его следы мы находим в эпоху палеолита. Все орнаментальные рисунки можно разделить на три вида. Во-первых, это орнамент изобразительный, включающий в себя конкретный рисунок человеков, животных, растений и так дальше. Орнамент неизобразительный или геометрический. Орнамент комбинированный, сочетание первых двух. Орнаменты классифицируют на растительный, геометрический, анималистический, антропологический, каллиграфический, фантазийный и так дальше. По стилевой принадлежности античный, готический, барочный, модерновый и так далее. По народной принадлежности индийский, белорусский, греческий. По изобразительной форме плоскостной, рельефный, контррельефный. Сегодня в нашей практической работе мы рассмотрим три вида орнаментов. Растительный, геометрический и комбинированный. Растительный орнамент. Это орнамент, который состоит из растительных элементов, цветы, листочки, завитки, травинки. Примеры растительного орнамента. Таким образом, растительный орнамент это орнамент, стилизующий элементы растительного мира и состоящий из листьев, ягод и цветов. Геометрический орнамент состоит из сочетания чередующихся геометрических элементов. Примеры геометрического орнамента. Таким образом, геометрический орнамент состоит из различных геометрических элементов, точек, линии, прямых, ломанных, зигзагообразных, сетчата пересекающихся. И фигур, кругов, ромбов, многогранников, звезд, крестов, спирали и других. Следующий вид орнамента – комбинированный. Комбинированный орнамент – это орнамент, в котором сочетаются разные типы орнаментов. На следующем слайде мы видим еще один пример комбинированного орнамента. После изучения теоретической части переходим к выполнению практической работы. Данная практическая работа представлена тремя заданиями. Задание 1. Подготовить макет растительного орнамента, например, как приведено ниже. Задание 2. Подготовить макет геометрического орнамента. Задание 3. Подготовьте макет комбинированного орнамента. При подготовке отчета по практической работе обратите внимание на правильность оформления представляемого отчета согласно методическим рекомендациям. Особое внимание обратите на алгоритм выполнения практической работы. Для подведения итогов работы за неделю будет использоваться следующая рейтинговая оценичная шкала. Согласно видам учебной деятельности, вы можете заработать баллы за посещение занятий через Zoom, WhatsApp и другие мессенджеры. Всего баллов 5. За работу на уроки, за вашу активность, за выражение своего мнения 5 баллов, за письменные ответы на поставленные вопросы 10 баллов, 4. За выполнение практической работы 30 баллов, итого за неделю вы можете заработать 50 баллов. Благодарю за внимание.